Сегодня, 19 августа, все прогрессивное население Республики Башкортостан отмечает трехлетие событий на Куштау. Того самого редкого в Российской Федерации случая, когда народная стихия смогла хоть чего-то добиться от властей. Можно разнообразно оценивать итоги этого столкновения, можно недоумевать от того, что главными выгодоприобретателями оказались вовсе не конфликтные стороны, а какие-то третьи друзья Путина. Но нельзя отрицать и того, что три года назад у подножия горы Куштау население довольно организованный и весьма эффективный отпор в конец уже потерявшему берега административному ресурсу, той самой команде Хабирова. И мы всегда будем помнить тот животный страх в глазах дорогого Радия Фаритовича, который мы все наблюдали на видеокадрах, когда он мокрый, как курица, стоял с неработающим мегафоном перед разъяренной толпой. В эти самые минуты, прямо сейчас, у подножия Куштау собирается некий стихийный праздник. Власти, конечно же, этим очень были обеспокоены, искали организаторов праздника, не понимая, что на самом деле явление это, скорее всего, действительно стихийного. И выписывали какие-то бестолковые предупреждения, уведомления и прочее тем потенциальным активистам, которые могли бы быть в теории организаторами этого праздника. Ну, в общем-то, вряд ли это, конечно, что-то изменит. Не знаю, включат ли власти аргумент того, что в Башкирии до сих пор еще не отменены ковидные ограничения, которые, в общем-то, отрицают всякие массовые мероприятия, кроме, конечно же, так любимых Хабировым всяких фестивалей, всевозможных конных развлечений и так далее, и так далее. Вот почему-то этим мероприятиям ковидные ограничения никак не препятствуют. И, конечно же, в теории понять башкирские власти можно, потому что они очень хотят стереть из памяти населения и вообще всех жителей республики Башкортостан события на Куштау 2020 года. Уж очень уж как-то это не ложилось в ту канву единства и всеобщего согласия, которые пытаются декларировать власти России и Башкортостана сейчас и до этого. Спасибо. Спасибо.